Итак, всем огромный привет! С вами Вилка. Если вы не знаете, почему меня назвали Вилкой, то потом когда-нибудь я сниму об этом видео. Сегодня у меня накопилось... Ну, не сегодня накопилось... Накопилось куча информации, которую я хочу вам рассказать, замотивировать вас действовать... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, что я говорю, что я говорю, что я говорю... Ну что, вы готовы? Тогда поехали! Возможно, некоторые события опять будут не связанными, но я думаю, что вы уже привыкли к моим... Слова, мои речи и а-у-а-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Первое, с чего бы я хотела начать, это то, что я зря времени не теряю. С первых дней учебы на первом курсе я стараюсь пойти на любое мероприятие, которое я только могу. Пытаюсь знакомиться со всеми людьми новыми, пытаюсь вступать в разные коллективы, но об этом чуть попозже. Так вот, я побежала на КВН в Буфу, у нас приезжала команда Триот-Идиот, и знаете, кто вышел на сцену? Конечно же я. Был один конкурс, на котором нужны добровольцы из зала. Я должна была озвучивать действия, которые делали команда Триот-Идиот. Это было безумно смешно. Идея в том, что два полицейских пробираются в какую-то квартиру, где, по их мнению, находится наркоторговец или какой-то преступник. Я надеюсь, вы сейчас это увидите и поймете, в чем суть. Короче, за этой дверью погибли на этот наркотор. Готовы? Да? Сейчас мощно тёргую дверь. Будет не восемьбитный звук. Ожёкся. Вот, пиджиот, давайте стрелять в него! Стрелять! 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 Сейчас я в него, на лошадь! В сентябре я сходила на мафию, и она меня очень завлекла. Я вообще всегда любила играть в мафию. В этом месте, в Афрэш, где я была, там мы ещё играли в Mortal Kombat, и мы решили сражаться с Артуром, но вроде бы победила, конечно, дружба. Дружба, да, надеюсь. Да, Артур? Победила же дружба. Также, как человек социально активный, я побывала на медиарегате. Это очень интересное мероприятие. Чтобы попасть туда, нужно было заплатить либо деньги, либо поехать в волонтёры. Я поехала в волонтёры. Познакомилась с очень крутыми тренерами, особенно шведским тренером. Мы делали воркшоп из веток. Это просто взрыв мозга, зачем этим заниматься, но это было круто, весело. Также было много разных мастер-классов по поводу развития себя, развития бизнеса. Вообще, это было рассчитано, наверное, на более старшую возрастную категорию. Но и так сойдёт. Моя основная задача в качестве волонтёра была поправлять буквы. Буквы, которые падали, падали и падали. Они были из картона, и они просто всё время падали. Мне приходилось с самого утра до вечера за ними следить. Как вспомню, так вздрогно. Ладно, зато хорошие, хорошие, просто воспоминания. После этого рядом с отелем Русь находилась школа КВН, которая проходила от БФУ. Медиарегата закончилась где-то очень поздно вечером, и я смогла сразу после медиарегата отсюда передвинуться в школу КВН. Там я познакомилась с безумно крутыми ребятами. Мы не спали там ночами, готовили разные КВНовские шутки. Знаете, что я поняла? Что-то шутки у меня не пишутся. Это выглядит примерно так. Так, придумаем шутку. Какие у меня шутки из запаса? Так, 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 так. Что же придумаете? О, нет, 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 не то, не то, не то. Что же? Не, 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 не шутка, не шутка. Блин, да ладно, посмотрю в телефоне. Может быть это в МДК, не знаю, шутку найду. Ну, вы поняли, как это выглядит. Далее. Я хочу вам рассказать о таком мероприятии, как День первокурсника. Он проходил в нашем ночном клубе Универсал. Я не часто хожу по клубам, но если хожу, то это всевозможные мероприятия интересные. То есть День первокурсника, может быть какой-то показ. Мне безумно все понравилось, хотя я так и не поняла, в чем была шутка. Конкурсы были однотипные, и их было очень мало, но зато я круто потанцевала. Мы с Артуром там отожгли как могли. И на следующий день было открытие лофта, и естественно, естественно, как мы могли пропустить это событие. Необычная атмосфера, люди. Привет, я сейчас направляюсь на мероприятие, которое будет проходить в Доме Советов. Сейчас очень красивый закат здесь, очень крутой. Иду наслаждаясь видами. Объясняю простым языком. У нас в Калининграде есть заброшенное здание, из которого калининградские ребята сделали некий проект. На самом деле было очень круто. И, наверное, самое главное, о чем я вам хочу рассказать, это проект «Территория успеха». Очень много всего, что я хочу вам сказать. Скажу одно. Я до последнего момента не думала, что поеду туда, потому что обычно на это мероприятие отправляют людей, которые уже чего-то добились в своем университете. Я поэтому до конца не подавала заявку, но в итоге так получилось, что я поехала. Я была безумно рада, правда, не хотела пропускать неделю учебы. Знания, практика, знакомства, полученные за эту неделю, это просто что-то с чем-то. Я хочу поведать вам о каждом дне понемногу. И мне нужен для этого ноутбук. Как только я прибыла на «Территорию успеха», я поняла, куда я попала. Люди, заряженные энергией, позитивом, которые готовы работать просто за какую-то идею, они просто меня мотивируют. Это места, которые нужны для перезагрузки, для какого-то нового шага в своей жизни, который, кстати, произошел в моей жизни, но об этом также попозже. В общем, произошла такая история. На то направление, на которое я хотела поехать, не было мест, и мне пришлось поехать на медиа. Познакомилась там с кучей людей новых, у нас был очень крутой отряд и самые крутые вожатые. Не в обиду другим, но для меня они были очень крутыми. И место, где у нас проходили наши свечки, наши сборы, тоже было очень круто оборудовано. У нас была такая отдельная стена, на которой можно было мелом писать что-то, и я, как всегда, ну, отличилась. Ну, отличилась, Виолетта, отличилась. Честно сказать, я была на многих школах, лидерских съездах, но эта территория успеха поразила меня и останется в моем сердце надолго, пока это самый лучший проект, который был и в котором я участвовала. Люди съехались не только с Калининграда, но и с Москвы, Питера, Сыктывкара, Перми, Омска, в общем, со всех почти точек мира. У нас проходили тренинги и мастер-классы, как я уже говорила. Нам сказали построить фонтан, написать к этому план, бизнес-идею, все это заверить, понарошку. А потом сказали делать этот фонтан наяву. И вот что у нас получилось. Я успела круто отдохнуть, потому что у нас были дискотеки и вечера, на которые мы готовили свои какие-то мероприятия. Ну, что я вам рассказываю, давайте я просто это покажу. Субтитры сделал DimaTorzok А сегодня мы находимся на замечательном месте. Это территория успеха. Это наша команда. И она первая. Вот наш корпус, кстати. Я живу на втором этаже. Вот эти ребятки, не знаю кто они, но они, наверное, тоже крутые. Они учат какие-то игры. И есть, проводятся игры. Ну, ладно, я пошла, пока. Посмотрите, сколько тут людей. Сейчас мы будем делать массовое фото. У нас есть крутые куполочки. Я передаю успеха. А я белка-блогер. А я люблю накручивать волосы. Сегодня мы провели замечательную съемку. Итак, расскажите, пожалуйста, какие ощущения от территории успеха? Я попытался получить полезные изменения. Вы убьете человека микрофоном. И одно мероприятие затронуло, мне кажется, каждого сидящего в зале. Очень интересно сделали ребята на тему любви и ненависти. После него нам выдали шарики и сказали, чтобы мы на листочках написали то, что мы хотим отпустить. Из-за чего мы иногда грустим, плачем. После этого мы отпустили шарики вверх, в небо, с нашими листочками, прикрепленными к этим ниточкам. И, блин, это было невероятно. Как будто бы время из души упало, как будто бы ты отпустил какого-то человека. То, что тебя тревожило. Такого еще не происходило в моей жизни, серьезно. Я видела, как плакали парни. Это действительно трогало. И самое главное событие, которое просто перечеркивает все. Наверное, вы уже успели посмотреть видео с территории успеха, часть 1. Рассказываю вам предысторию этого видео. Все ребята, которые были из разных городов России, уехали на экскурсию по Калининграду. Все калининградцы остались на территории успеха и нам дали задание. Подготовить что-то интересное для других вожатых, кураторов, организаторов и, естественно, гостей, прилетевших к нам в город. У меня сразу появилась мысль снять видео. И мы с ребятами... Я не буду говорить, что это было круто, что это видео получилось шикарным. Но суть того, что мы настолько сработались, мы ни разу не спорили. Даже если спорили, то по пустякам. Можно сказать, целый день придумывали, монтировали. Ну, точнее, я монтировала. Я действительно очень устала. Я благодарна каждому, кто вложил свои силы в это видео. Потому что, если бы не вы, то я бы точно не смогла бы смонтировать это видео или что-то делать. И хочу подойти к тому, что я откладывала на потом. Ребята, если вы сейчас студенты, то используйте свое время с пользой. Не сидите дома просто так. Сидите за студенческой жизнью. Это безумно круто. Я вам очень советую вступать в свои студенческие организации. И хочу вам сказать, что на данный момент, возможно, это громко будет сказано, но я теперь руководитель. Блин, чего я руководитель? Я являюсь руководителем Ассоциации студентов и студенческих объединений в Калининграде. Представляете, просто мне стоило поехать, узнать людей, попробовать себя в студенческом управлении. И вуаля, теперь я руководитель. И вот к чему я подходила долгое время. В скором времени я буду появляться еще и на втором канале, на каком вы узнаете позже. В нем я буду рассказывать про разные мероприятия в городе Калининграде. Про ассоциацию студентов и студенческих объединений в Калининграде. В которой вы можете не только развиться, но и показать себя, возможно, продвинуть где-то. Не сидеть дома и чего-то добиться. Это же круто, ребят. На такой классной ноте я бы хотела закончить свое видео. Я в скором времени вас оповещу, где будет эта ссылка на канал. Я вас всех очень люблю и напоследок хочу сказать свою прямую фразу. Все, что не делается, все будет шуму. Обожаю вас, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok